С новостями из жизни Донской столицы сегодня вас познакомлю я, Алина Николаева. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Коттеджи и таунхаусы завоевывают рынок жилья. В Ростове открылась региональная конференция по малоэтажному строительству. На сегодняшний день более 56% по всей стране занимает доля малоэтажного строительства. Почему эта тема очень актуальна? В Ростовской области это порядка больше, чем 70%. Как сделать виртуальное пространство полезным? На Дону стартовал первый конкурс IT-проектов. Вообще концепция этого журнала направлена на студенческую и школьную аудиторию, на молодых активных людей, которые интересуются наукой, техникой. Уроки русского языка от Кирова. Ростовчане заинтересовались цитатой, высеченной на монументе. Успехи действительно у нас громадные. Черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить. Малоэтажки набирают популярность. Все больше жителей Дона отдают предпочтение коттеджам и таунхаусам. Говорят участники пятой региональной конференции «Малоэтажное строительство. Девелопмент. Технология. Реализация». Перспективы развития этого сектора, инновационные решения, а также то, на что стоит обратить внимание архитекторам и инженерам, обсуждают руководители строительных компаний, поставщики IT-оборудования, систем безопасности и кондиционирования, риэлторы, аналитики рынка и эксперты. Ростовская область выглядит достаточно хорошо вообще в плане строительства, потому что где-то на втором или на третьем месте идет по объемам зданного жилья. И при этом значительно на 20-25% опережает центральные регионы по малоэтажному строительству. Но это здесь было всегда. На сером рынке страдает качество построек. Частные бригады не всегда выполняют работы на должном уровне. Это тормозит развитие всей отрасли, отмечают строители. Но все же прогнозируют дальнейший рост рынка. Рынок растет. На сегодняшний день более 56% по всей стране занимает доля малоэтажного строительства. Почему эта тема очень актуальна? В Ростовской области это порядка больше чем 70-71%. Но при этом мы понимаем, что всего лишь 10-20% этого количества – это действительно комплексная и понятная застройка. Остальное – это серый рынок. Важной темой обсуждения стали энергоэффективные технологии в малоэтажном строительстве и внедрение передовых разработок по принципу «умный дом». Жители центра Ростова продолжают ходить по краю в прямом смысле этого слова. Люди опасаются, что тротуар на третьей линии в любой момент может обвалиться из-за неукрепленной обочины. Свои жалобы неравнодушные направляли в департамент дорог и управления благоустройством пролетарского района. Виктория Щетинина продолжит тему. Местные мальчишки хоть и знают, что гулять здесь опасно, но любопытство сильнее. К краю обрыва подходят, несмотря на предостережение взрослых. Зволнованные родители оградили обрушающийся участок красной аварийной лентой и пишут в службы по благоустройству. Обочину на третьей линии нужно срочно укреплять, пока не произошло трагедии. После обильных сильных дождей оно начало вот это все размываться. В прошлом году, в этом году вообще осунулось все, вот это выпадает и высыпает, выпадать начали уже булыжники, даже старые булыжники. Оно оседает. Дело в том, что здесь у нас газовая труба, водопровод идет, столб электрический стоит, дерево стоит. Все это оно как бы проходит, оно скоро упадет нам на голову. Обваливаться обочина начала несколько лет назад. После очередного ливня потоки воды унесли полтора метра земли. Теперь в зоне риска – вековое дерево и столб линии электропередач. Следующий дождь может разрушить почву и под ними. Вода со всех улиц прилегающих начинает течь сюда. То есть она либо спускается по ливневке, либо с краев домов. И вся эта земля, которая прилегает к домам, она начинает медленно осыпаться в ливневку. Во время обильных осадков ливневка не спасает. Потоки несутся по дороге, сметая все на своем пути, рассказывают жители. И как страшный пример вспоминают историю восьмилетней давности, когда соседский ребенок чуть не утонул в дождевой воде. Ребенок спотыкнулся, упал в ливневку и потоки воды понесли ребенка. Хорошо, что находился сосед рядом и спас его. Когда ливневую канализацию и обрушающуюся обочину приведут в порядок, жители уже больше года пытаются выяснить у местных властей. В последнем письме от управления благоустройства пролетарского района города сказано, укрепят опасный участок до 11 ноября. Теперь Светлана Гончарова вместе с соседями ждет этой контрольной даты. Выполнить ли чиновники свои обещания, будем следить и мы. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Выбрать так, чтобы не прогадать. О современных демократических соревнованиях глава избиркома области и представители партии говорили на встрече с ростовскими студентами. Послушать неформальную лекцию пришли будущие политологи и социологи. Разбираться в том, что происходит в политической жизни страны и мира, особенно важно сейчас, подчеркнул Сергей Юсов. Когда борьба за власть оборачивается военными столкновениями, как произошло на Украине. Репортаж Дарьи Зиминой. Молодежь не стесняется, вопросы задают как можно острее. Беседа без галстуков – это возможность будущим социологам и политологам ощутить вкус будущей профессии. Сами представители политических партий признаются, студенты дают им почву для размышлений. Дебаты хоть и не жаркие, но без третейских судей здесь не обойтись. Председатель избирательной комиссии Ростовской области наблюдает за процессом очень внимательно. Важна не победа как таковая, не полученные проценты. Главное – это доверие граждан к избирательной системе и результатам голосования. Мы стремимся к тому, чтобы выборы были открытыми, конкурентными, проходили в полном соответствии с духом и буквой закона. И, конечно, будем и дальше создавать все необходимые условия для того, чтобы партии, политики с различными взглядами могли завоевать право работать в органах власти разного уровня. Сергей Юсов призывает быть политически активными. Именно такой должна быть интеллектуальная элита страны. По его словам, прошедшие в сентябре выборы уже показали. Совместная работа избиркома общественных движений и организаций приносит положительные плоды в виде высокой явки на участках для голосования. Позицию можно проявлять по-разному, в том числе и активную. Для одних это участие в политических партиях, для других это просто опустить бюллетень в избирательную урну. В-третьих, это какая-то общественная деятельность. Поэтому, на самом деле, не важно, как ты это делаешь. Важно, чтобы ты вообще этим занимался. Ну и, что самое главное, чтобы ты давал какой-то результат, а не просто показательный эффект. Маловато, я вам хочу сказать. Они существуют, но, опять же, о них еще нужно узнать. А чтобы о них узнать, нужно постараться. Очень мало каналов, которые именно предоставляют информацию, хотя информация есть и какие-то мероприятия проводятся. Разобраться в политической жизни страны и региона никогда не поздно, но всегда необходимо. Ближайшее голосование по меркам избиркома совсем не за горами. В феврале 2015 года жители Ростовской области выберут губернатора. Дарья Зимина, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. Книгу ростовчанина доктора экономических наук оценили на международных форумах в Бостоне и Сочи. Василий Высоков презентовал свой новый труд под названием «Трансформационный банкинг Made in Russia». О том, какое экономическое будущее у нашего региона и страны в свете последних политических событий, с профессором беседовал мой коллега Эдуард Раткевич. Сегодня мы беседуем с председателем совета директоров банка «Центр Инвест», доктором экономических наук, профессором Василием Васильевичем Высоковым. Василий Васильевич, здравствуйте. В начале нашего разговора разрешите поздравить Вас с выходом в свет Вашей новой книги под названием «Трансформационный банкинг Made in Russia». Насколько мне известно, ее презентация состоялась в Бостоне и в Сочи. Скажите, пожалуйста, какова реакция профессионального сообщества на Ваше видение банковского бизнеса? И в Сочи, и в Бостоне мы планировали участвовать просто в соответствии с нашей стратегией глобальной конкурентоспособности клиентов банка «Центр Инвест». К сожалению, общественное сознание за последнее время очень сильно трансформировалось. И для того, чтобы исправить вот эти вот диспропорции в общественном сознании, пришлось написать книгу, я очень рад, что это первый в мире учебник по трансформационному банкингу. И надо просто понимать, что термин «трансформационный банкинг» он на русский язык переводится как «устойчивое решение для вызова сегодняшнего дня». Детали очень важны. «Устойчивое» в русском языке – это и застой, и развитие. А «состейнабл» – это не просто развитие, а это развитие в интересах нынешнего и будущих поколений. Вот в этом смысле «устойчивое». Слово «решение» в русском языке тоже имеет два варианта в английском. Это «десижн» – бла-бла-бла, когда вот пописали, поговорили и все. И «солюшен», когда ставится на баланс. Так вот «состоянный был солюшен». И то, что касается вызовов, ну обычно у нас все стратегии разрабатываются. Оптимистический, пессимистический вариант и что-то среднее между ними. Здесь совсем другой подход. Есть проблема, вот решение, есть ответственные люди, сроки, в течение которых эти решения должны быть решены. Какова была реакция? Все, кто смотрел эту книгу, ну один, мне понравилось одно замечание одного из тех, кто прочитал эту книгу первым. Откроешь на любой странице и не могу закрыть, читаю до конца. Высокая оценка, приятно ее было слышать. Но в Сочи коллеги отреагировали, все говорят о том, что да, книга хорошая, но в Сочи следующий шаг. Надо посоветоваться с руководством в Бостоне. Ой, а можно вас пригласить на заседание нашего креативного подразделения? Причем это была вот такая серия приглашений, в результате которой у меня график уже расписан до февраля. То есть я спокоен за будущее банковской системы, потому что многие даже софтверные компании, которые делают программное обеспечение для банков, они стараются использовать эти знания для того, чтобы оценить, как будет веяться. На фоне негативной экономической ситуации, в целом банк в очередной раз подтвердил статус лидера на международной арене. Вот скажите, трудно ли держать такую высокую планку в данной ситуации? Ну, планку всегда трудно держать, особенно если она высоко. Мы действительно очень рады, что мы один из немногих банков, которому не просто подтвердили рейтинг, но и сделали стабильный прогноз. Вчера у меня был конференц-кол, мы обсуждали вместе с Moody's их новую методику, которую они собираются внедрять в следующем году. Мы дали свои замечания, свои предложения. Самое главное то, что в новых измерителях банк Центр Инвест сохраняет свое стабильное положение. То есть мы соответствуем, мы не просто в тренде, мы в авангарде. И вот это позволяет нам поддерживать эту планку. Банк Центр Инвест – проводник лучшего мирового опыта на юг России. Вот скажите, повлияли ли санкции на этот процесс? Ну, на самом деле санкции – это просчеты в работе политиков. Потому что, когда мы говорили о глобальной экономике, мы думали, что есть некоторые правила игры. Мы получили сегодня такой вариант ростовской коммунальной квартиры, когда конфликты идут как бы непрерывно. Но я тоже провел свое детство в коммунальной квартире. Я знаю, что любые конфликты, они периодически должны завершаться накрытием поляны, еще какими-то переговорами. Так, чтобы все-таки квартира выступала единым монолитным образованием. Санкции, которые в мире существуют, они не очень повлияли на юг России. Пока не очень повлияли. Пока и на Европу не очень сильно повлияли. Хотя замедление там темпов чувствуется. Юг России развивается устойчиво. Причем развивается по сценарию, который мы и предполагали. И продвигали этот сценарий. Темпы объемов производства у нас растут выше, чем в среднем по России. И очень хорошо выше. А цены растут, производители цены растут ниже, чем в среднем по России. Это динамика, которая свидетельствует о тихой, спокойной, как я говорил, хуторской модернизации. После финансового и экономического кризиса и мы, и весь мир, собственно, живет в совершенно новых условиях. Вот скажите, какие решения для бизнеса и населения предлагает банк с учетом текущей экономической ситуации? Мы предполагали примерно такое развитие событий. И все наши продукты, они как раз таки направлены на то, чтобы не только сам банк использовал лучшую мировую практику, но и наши клиенты изучали эту лучшую мировую практику, но и локализовывали ее в своей практической работе. Что делаем мы новое на сегодняшний день? Мы готовим следующую генерацию предпринимателей для Юга России. Из последних событий, которые меня очень порадовали, более 2200 человек уже прошли школу предпринимательский всеобыч. Это следующая генерация, которая готова взять на себя ответственность и за сбор информации, за мониторинг всей лучшей мировой практики, и для того, чтобы эту лучшую мировую практику внедрять самыми лучшими методами. А банк «Центр Инвест» здесь будет помогать, потому что мы знаем, как локализовывать лучшую мировую практику в наших непростых российских условиях. Мы так уверены в таком предпринимательском поведении молодежи, потому что по нашей программе «Стартап» уже более 300 человек получили такие кредиты для организации своего бизнеса. На это направление мы выделили уже 350 миллионов рублей. Программа успешно развивается у нас и в Ростовской области, и в Краснодарском крае. Мы очень гордимся тем, что мы стали еще и участником системы универсальной карты, поэтому мы дополняем наши банковские продукты по картам банка «Центр Инвест». А карты банка «Центр Инвест» работают практически во всех платежных системах, включая и нашу национальную платежную систему. Мы тоже там участвуем в ней. Теперь еще и универсальная карта, которая позволяет получать государственные услуги быстро, качественно. И тоже нас очень радует то, что мы продвигаем вот такую форму борьбы с бюрократическими очередями, как универсальная карта. Ну и последний мой вопрос. Скажите, каков ваш прогноз развития экономики региона и страны в целом? Я не очень люблю делать прогнозы. Я предпочитаю работать с планами, когда дал поручение «Научи, проконтролируй, сделай сам». Я уверен в том, что несмотря на волатильность в глобальных рынках и стагнацию в российской экономике, Юг России будет чувствовать себя более уверенно. И планы, которые мы заложили по формированию экосистемы банка «Центр Инвест» на следующий год, они захватывающие, очень интересные. Василий Васильевич, спасибо вам большое. Жители Ростова и области помогут разнообразить виртуальное пространство, сделав его полезным. На Дону стартовал конкурс лучших IT-проектов. Первые 10 из 39 участников представили свои идеи на суд экспертного жюри во главе с министром информационных технологий и связи региона. На победу претендуют разработчики мобильных приложений. Победители определят в трех номинациях – лучший IT-проект в социальной сфере, лучший интерактивный веб-портал или веб-сайт и лучшее приложение для мобильных платформ. Среди представленных идей – электронный факультет ДГТУ и мобильное приложение к научно-популярному журналу «Технопарк». Вообще концепция этого журнала направлена на студенческую и школьную аудиторию, на молодых активных людей, которые интересуются наукой, техникой, инновациями в области информационной технологии. И этот журнал уже существует целый год. Мы отметили его годовщину буквально совсем недавно. Победитель в каждой номинации получит почетный диплом и денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Очередные презентации жюри посмотрят 21, 23 и 28 октября. Выступления участников мы покажем в эфире нашего телеканала. Ростовчане задумались о правилах русского языка, когда более детально рассмотрели памятник Кирову. Наша телезрительница прислала в Инстаграме эту фотографию. А еще вопрос, реально ли политический деятель говорил слово «черт» или на него наговаривают. Дабы не наговаривать, поясним ситуацию. На монументе приведена цитата Сергея Мироновича. Успехи действительно у нас громадные. Черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить. Эти слова он произнес на 17-м съезде партии большевиков. Памятник Кирову открыли спустя 5 лет, в 1939-м. Тогда слово, которое так смутило внимательных жителей, было принято писать через О. Добавлю, изначально монумент установили в сквере на месте ранее снесенной Покровской церкви. В 2005-м храм восстановили, а скульптуру политического деятеля демонтировали и перенесли на улицу Пушкинскую. Я напомню, вы можете стать соавторами выпусков Южный регион.Инфо. Заходите на портал rostovlife.ru, делитесь с вами фото и видео с места событий. А я прощаюсь с вами. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин